Всем привет! Добро пожаловать снова на канал! Хорошего, полезного, приятного всем воскресенья! Ну а мы начинаем с сегодняшней рубрики о новостях. В основном сегодня будут только общие, глобальные такие новости, что происходит в Испании, плюс спорт и обязательно погода. Так, поехали! Сегодня у нас в Испании почему-то автономные округи вообще по воскресеньям, они якобы не работают, они не подтверждают никаких случаев, но просто говорят, что их больше, чем 3 тысячи зараженных. Уже перевалилось за 3 тысячи, поэтому делишки не так хорошо идут, хотя министерство все-таки утверждает, что случаи контролируемые пока что, что нечего бояться. Автономные округи наши и наши регионы просят, чтобы правительство взяло на себя ответственность и взяло на себя контроль заново пандемии. Почему? Потому что на данный момент каждый коммунидат, то есть каждый наш округ автономный имеет право сам контролировать всю ситуацию, имеет право сам вносить, принимать решения, вносить какие-то экстренные меры, закрывать, например, какую-то зону у себя. Но говорят, что это очень сильно будет, так сказать, людей путать, потому что люди многие едут с одного коммунидата, с одного округа в другой, с одну зону в другую, и они будут путаться о том, какие меры приняты где. Поэтому просят, чтобы государство вело контроль над этим всем, и чтобы везде примерно были одинаковые меры, а не в каждом автономном округе маленьком свои. Я думаю, что это хорошо, потому что действительно люди просто запутаются, не будут знать, где можно курить, где нельзя, где открытый бар, где закрытый, где можно выйти на улицу, где нельзя выйти на улицу, до какого времени, то есть, как вы понимаете, это все путает очень сильно людей. Чем меньше мер и чем концентрирование и глобальнее они, тем лучше людям. С понедельника уже объявлено, если кто не смотрел вчерашние новости, то посмотрите, ссылочку оставлю вот здесь обязательно, потому что вчера я рассказывала об 11 мерах, которые приняло государство по борьбе с как раз-таки вот этим вирусом заразным нашим глобальным. И уже с понедельника, то есть с завтрашнего дня, по ИСВАСКО на севере, кстати, объявит, что они вводят чрезвычайную ситуацию, они пока еще не сказали, какие меры, помимо тех, которые дает государство, они будут принимать, но не исключено, что они уменьшат общественный транспорт и уменьшат, может быть, часы, в которых можно выходить на улицу. Они все это сообщат сегодня вечером, поэтому я вам завтра утречком, в понедельник, все это обязательно расскажу. В Мадриде говорят, что категорически они не собираются закрывать Мадрид, не собираются закрывать округ Мадрида, не собираются людей закрывать по домам и принимать какие-то жестокие-жестокие меры, которые у нас были до этого в марте, в апреле, в мае. Почему? Потому что они просто-напросто не могут себе этого позволить. Я вам уже говорила, что было бы хорошо закрыть страну еще на день карантин, но государство просто-напросто не может себе позволить таких затрат, парализовать опять экономику страны. Поэтому Мадрид, по крайней мере, сказал, что не собирается этого делать. Мурсия и Ларьоха, ну, Мурсия, если кто-то знает, она южнее нас, намного южнее нас, за Алиганте она находится на юге. Уже приняли все те меры, которые, так сказать, выдало государство вчера, с сегодняшнего дня. Там уже закрыты все дискотеки, все бары ночные, все залы каких-то танцев. И все вот это вот гастрономия, так сказать, рестораны, кафе, все остальное закрываются максимум в час ночи. То есть там все эти меры уже приняты, они были самыми первыми, которые их приняли быстрее всего. Галисия и Кантабри, они находятся на самом севере Испании, на границе. Они же примут эти меры, начиная с сегодняшней полуночи. Так что, если кто путешествует вот в эти зоны, знает, что все те меры, которые я говорила вчера, опять же, если кто не смотрел, можете перейти по ссылочке или просто посмотреть в моем плейлисте про ежедневные новости, там все-все найдете. Вчера я говорила, какие же меры будут приняты. И вот эти меры, они будут принимать уже скоро. В некоторых местах, как я уже сказала, они уже были приняты. Поэтому, если вы путешествуете именно в эти зоны, то имейте это в виду. Со вторника, кстати, в основном люди путешествуют у нас тоже в Валенсианский округ, потому что здесь Средиземное море, здесь теплее, чем на севере. Так что, если кто ездит именно в Валенсианский округ, это Валенсия, Кастейон, это Дения, Хавия, Кальпе, Алтея, Альбир, Бенедорм, Вьяхойоса, Аликанте, Эльче. То есть, ну, как бы вот эти всегда места побережья. Если кто путешествует, то знаете, что у нас это будет принято со вторника все эти меры. То есть, пока еще есть немножко время у нас к ним привыкнуть. Печальная новость, что наши врачи в Испании находятся на грани, на грани просто психологического, психического своего здоровья. Многие врачи уходят на больничный из-за каких-то психологических проблем, из-за того, что у них тревожность развивается, очень сильный стресс, потому что они работают по 10 дней, по 14 дней подряд без отдыха. Они работают по 10, 12, 14 часов в день. То есть, у них очень-очень ужасные на данный момент условия. Да, им за это платят, но человеческое тело имеет какой-то лимит, докуда можно его, так сказать, доводить и толкать. И после этого лимит этот просто человек ломается, уже начинаются проблемы со здоровьем. И вот как раз-таки очень много наших врачей, которых нам и так не хватает на данный момент. Они страдают от этого. И еще их ждет нелегкая осень, не может быть даже и зима. Поэтому врачам нашим очень сильно плохо на данный момент. Ночной бизнес у нас в Испании. Вообще имеет 200 тысяч, вы представляете, человек, которые работают в нем. И практически все эти рабочие места будут потеряны. Именно из-за этих мер, которые были приняты государством. Вообще из-за того кризиса, в который впала страна, из-за вот этой всей пандемии. Знаете, у нас правительство выдало, так сказать, помощь. Правительство у нас всегда якобы выдает помощь, но потом, чтобы вы их получите, чтобы вам их перечислили, нужно ждать вообще не знаю, сколько. Да и плюс еще, как вернуть эту помощь, это еще другой вопрос. То есть вам получается намного дороже ее брать, чем не брать. Правительство все-таки выдало помощь в нашем регионе. Восемьи зонам нашей провинции выдало 331 тысячу евро, что немало, но и немного. В принципе, наша провинция не пострадала так особо от шторма Дана. В нашей стране в последнее время очень сильно происходят вот эти вот шторма, эти були, которые приходят к нам. Это очень сильные ливни, это град размером с яйцо, это жуткие ветрищи, которые побивает, бьет по нашим фруктовым деревьям, по плантациям оливок, по виноградным плантациям. В общем, экономика страны очень страдает, не говоря уже о людях, которые бьются машины, сносятся вообще, дома заливают водой грязной, потом вся бебель, в общем, порт, ну, такие всякие вещи, подавающие бурям с дождем. И, в общем, правительство выдало эти деньги, чтобы как-то помочь, в нашей провинции, но, если честно, наша провинция не так сильно пострадала от этого, в основном пострадал юг и север. Мы как-то в серединке, более-менее у нас было еще нормально. Очень печально, что Испания – это огромная страна, очень большая, у нас несколько десятков миллионов жителей, если кто не знает, но мы, то есть мы, а государство, наше правительство меньше всего помогает фирмам по сравнению с другим странам вообще Европейского союза. Это очень печально. Испания меньше всего помогает своему народу в этом случае, в компаниях, в которых работают люди. В четыре раза, и чтобы сравнили, да, вот Испания, и потом идет Италия и Германия, которые в четыре раза больше помощи выделяют своим фирмам и компаниям, чтобы они не закрылись из-за всего того, что происходит сейчас в мире глобально, и помочь им сохранить рабочие места, вы представляете? А Испания в четыре раза меньше дает, поэтому у нас и компании закрываются, фирмы закрываются, люди безработные, грабежи начинают, все, но что они хотят. Правильно же, но людям же надо что-то есть, что-то пить, как-то свою семью кормить. Вот, творение получилось. Так что вот такие вот у нас не очень хорошие новости от нашего правительства. Если кто следит за новостями, знает, что туризм у нас очень сильно страдает на данный момент, ужасно страдает просто. Аэропорт Барселоны сейчас находится всего лишь, то есть работает на 40%, представляете, 40%, меньше половины, чем он должен работать в настоящее время, то есть по сравнению с прошлым годом. Что говорит о том, что очень маленькое количество туристов прибывает в страну, и это в основном могут быть и не туристы, это могут быть жители, которые возвращаются, например, с отпусков. Поэтому ситуация печальная. В Аликанте, аэропорт Аликанте тоже очень сильно страдает, потому что в основном туда прилетали британцы, немцы, что сейчас, опять же, таки уже невозможно. Сейчас расскажу, почему. К этому мы сейчас придем. У нас в Испании требуют понижения налога на маски, потому что, как вы знаете, маски у нас в стране обязательные. Без них вообще на улицу нельзя выйти, запрещено, потому что дают штрафы. Постоянно проверяют везде вокруг, ходят, социально это цивильная защита или полиция, ходят, проверяют, кто идет без масок и дают штрафы. Сначала просят, чтобы маски одели, а если потом опять видят, то уже дают штраф. Смотря на какого нарваться, вы знаете, тоже. Просят понизить этот налог, потому что люди обязаны покупать маски, тратят свои деньги и хотя бы, чтобы выходило немножко дешевле, понижают налог, хотят понизить его до 4%, то есть это сниженный налог на повседневный быт, на неотменные вещи, из которых люди жить не могут. Кстати, у нас введена минимальная цена на хирургические маски, на вот эти гигиенические обычные, такие голубенькие. У нас введена минимальная цена, минимальная цена составляет 96 центов, но несмотря на это, я видела, что во многих китайских магазинах цену завышают, продают за евро 20, например, что они по идее делать не могут, поэтому на них можно написать заявление, или можно вызвать на них полицию, потому что они превышают сумму. Ну, китайцы, они вообще, наверное, не смотрят новости, они не знают, что минимальная цена есть. Но в аптеках же действительно более-менее придерживаются вот этой минимальной цены и продают за нее, то есть максимальную цену, 96 центов евро, в евро говорю. Итак, что касается туризма, как я вам уже говорила, туризм терпит огромнейшие потери. Вообще туризм как будто ударил кто огромным молотком, и он развалился на мизерные частички, его не собрать, в общем, по частям уже все, конец пришел туризму, потому что даже уже люди более-менее поняли, что британцев нам не дождаться, британцы не приедут, потому что у них потом карантин обязательно, они не могут себе этого позволить, поэтому мы как-то с этим уже более-менее смирились. Был, ну, испанские туристы с Португалии тоже приезжают в эту зону, поэтому более-менее мы еще держались, и немцы приезжали. Ну, а теперь Туи, если я не знаю, Туи это очень одна из самых крупных компаний, они объявили, что они отменяют все путевки, все билеты в Испанию до 24 августа минимум, то есть потом еще они могут это продлить. Что это значит? Это значит, что все наши острова, в основном Майорка, вот пострадают очень сильно, потому что на Майорке в основном немцы отдыхали, они уже заметили снижение, еще большее снижение туристов, ну и у нас тоже в некоторых зонах здесь немцы тоже отдыхают, например, в Кальпе очень много немцев, в Баликанте тоже есть, поэтому печально, в общем, наш туризм хотят зарыть в глубокую яму, его оттуда никогда не выпустить, вот так вот. Хотя я понимаю, что это все происходит из-за пандемии, но как бы Испания это страна туризма, поэтому мы страдаем больше, намного больше, чем другие страны все-таки. Ну а что делать? Вот так вот такая ситуация. Из печальных новостей, не знаю, знаете вы или нет, но к нам в Испанию очень часто приплывают, то есть, скажем так, люди, беженцы из других стран, там с Африки в основном, садятся, каким-то образом нелегально попадают в корабли и залезают в контейнеры, огромные вот эти вот такие контейнеры, которые перевозят корабли, которые как железные, герметично закрытые, каким-то образом они туда попадают или деньги кому-то платят там, чтобы их перевезли, я не знаю, я в это не вникала особо, но это не суть. Суть в том, что они попадают в эти контейнеры герметично закрытые и пытаются переплыть сюда, в Испанию, в поисках лучшей жизни. Что же произошло? За последнюю неделю уже 4 человека погибли из-за этого. На данный момент в порт Валенсии опять же прибыл корабль и в одном из контейнеров было найдено 6 человек. 4 из них удалось реанимировать, удалось их оклемать, оживить, дать им кислорода, дать им воды, то есть они выжили пока что, но все равно и находятся в плачевном состоянии, а двоих не удалось спасти, они погибли. Здесь в Испании их называют колисонез, это те вот как раз таки люди, которые пытаются как-то в контейнерах проникнуть в нашу страну, чтобы здесь, ну как бы ищут лучшее будущее, знаете. Так что это очень плачевно, у нас помимо этого очень много людей, нелегалов с Африки приплывают на лодках, шлюпках таких, надувных лодках, кто-то очень много гибнет около пляжей или в воде, не удается спасти, кто-то все-таки приплывает на берега Испании, здесь в Бенедорме недавно тоже высадили лодку, одну там было больше 30 человек. Проблема в чем? Проблема в том, что еще ни одно государство не хочет их принимать, потому что боятся коронавируса. Италия, например, их отсылает всегда. Вот есть корабли, которые патрулируют в Средиземном море постоянно от Организации по защите прав человека, они спасают именно вот этих вот иммигрантов, спасают этих людей, которых находят в этих лодках, но ни одно государство их не хочет принять, потому что все боятся коронавируса, как огня. Есть зараженные, которые приплывают на этих лодках, да, они есть, но по закону какая-то страна должна их принять, они не могут в море оставаться навсегда, как бы, да, постоянно. Но это не хорошая неприятная ситуация, она всегда была, но сейчас она еще больше обострилась из-за пандемии. В Севилье неутешительные новости, как я уже говорила, как будто бы нам мало этого коронавируса, еще прибавилась, как она называется, температура Нила, называется это болезнь, фебра де Ниле, это менингоэнцефалит вирусный, вот этот вот, уже 31 человек заразились, вы представляете, на 7 больше, чем вчера, именно вот в этой зоне реки Гвадалькевир, на данный момент там проходит дезинфекция массовая, все этой зоны, всех влажных вот этих вот мест около реки, чтобы как-то убрать этих комаров, вирус этот, попытаться его убрать, чтобы он дальше не разносился, напомню, он распространяется комарами человека, человека не может заразиться, только может перенести человеку этот вирус, какое-то животное, в данном случае, вот это насекомое, комар, но его это все контролируют очень сильно, потому что это действительно очень плохая болезнь, противная, от которой почти все находятся в госпитале, много находятся в реанимации, потому что она воспаляет мозг человека, среди других симптомов, поэтому нехорошо, в общем, очень нехорошо. Также у нас в стране сейчас пожар, в заморе, в заморе это находится центр, чуть повыше к северу, я, кстати, куплю в понедельник карту, так что буду вам показывать, если что, будет у меня карта здесь рядом со мной в Испании, буду вам указывать именно где что, потому что я-то знаю, ну а многим людям неизвестно, как биографическое положение городов, так что будет карта завтрашнего дня. Там, в общем, пожары у нас сейчас из-за большой жары, но многие говорят, что этот пожар был специально спровоцирован, что нехорошо, я не понимаю, почему многие люди просто провоцируют пожар просто так, потому что это все-таки, его невозможно контролировать, потому что там сильные ветра были, там поля, там фермерские участки, много пострадало, его до сих пор не могут потушить, уже прибыли на место и помощь прибыла, прибыли самолеты вот эти пожарные, специальные, но его до сих пор не могут потушить из-за сильнейшего ветра, из-за плохого подхода к этой зоне. Так что у нас в Испании что-то не происходит, и менингенцефалит, и пожары, и коронавирус, и кризис туризма, у нас в общем полный комплект, так сказать. Так вот, кроме этого, еще одна плохая новость, я вам говорила когда-то, в каждом выпуске в основном стараюсь говорить о том, что у нас в Испании очень сильно страдают от домашнего насилия, именно со стороны мужского пола, поэтому, к сожалению, у нас вчера опять одна женщина погибла, погибла от руки своего бывшего мужа, женщине было всего лишь 37 лет, у нее остался сын 16-летний, она буквально за день до происшествия сходила в полицию и, пожалуй, спросила на то, что ей делать, если у нее проблемы с ее бывшим мужем, попросила совета, но не подала заявление, не написала никакого, и на следующий день этот индивидуум, этот, даже человеком его не хочется назвать, на улице просто-напросто ее заколол ножом, вот так. Ее не смогли спасти, так как это было на улице, люди многие это увидели, пытались ее спасти, но не смогли, она умерла там уже, буквально за секунды, а мужчина, в общем, очевидно, потом понял, что произошло и пытался себя тоже покончить с собой, но его от этого, как-то ему предотвратили его от этого, и сейчас он находится в больнице, там, где находятся люди с психическими расстройствами и под контролем полицейским, то есть его туда не выпустят, как только его выпишут, его сразу же в тюрьму за убийство. Так что вот так, у нас в стране есть такая проблема, как я уже говорила, она серьезная, и к несчастью каждую неделю что-то случается, как я уже говорила, у испанцев горячая кровь, не только у испанцев, здесь много цыган, здесь много алжирцев, то есть марокканцев, те, у кого мусульманская вера, и там мужчины тоже очень как бы к этому подходят, так сказать, либо моя, либо ничья, знаете, здесь. Поэтому очень печальная ситуация, но Испания трубит, а в этом кричит, предупреждает своих женщин, просит, чтобы звонили, чтобы обращались, чтобы как-то этого избежать. Но, к сожалению, еще одна потеряла свою жизнь вчера. Знаете, у нас хватит уже про всякий негатив, про всякие проблемы. Позитивную вещь скажу, у нас вчера был праздник лета, 15 августа, если кто не знает, 15 августа в Испании каждый год проходят праздники по всей Испании, чтобы отпраздновать лето. Бывают в основном всякие надувные, надувные аттракционы для деток, продают попкорн, сахарную вату, концерты какие-то проходят. Вот, например, у нас вчера, я, кстати, засняла видео, оно скоро, через дней так 4, через примерно 4 дня оно выйдет здесь на канале, так что, если вам будет интересно, посмотрите. Засняла видео, мы ходили на концерт к нашему якорю в нашем городе, около моря, это были испанские традиционные танцы у нас, то есть они танцевали фламенко, но оно было более модернизированное, то есть более современное. Фламенко – это прекраснейший испанский традиционный танец, очень на эмоциях, очень страстный, сильный, энергичный, очень, мне очень нравится, так что, если кому будет интересно, обязательно посмотрите это видео. И вот в основном, как у нас, также проходят во многих городках, проходят какие-то свои праздники, но, конечно, сейчас они очень сильно свелись к минимуму. В прошлом году у нас была целая улица закрыта, и там были какие-то продавались, вот, чуры продавались испанские, продавались вкусняшки для деток, шары разные всякие. Было закрыт парк для детей, там было прям огромное количество бесплатных этих гамаков, чтобы прыгать, знаете, батутов. То есть было все обставлено везде. На данный момент этого нет, всего лишь тихонько, мирненько, где-то стоит, может, какая-то быстрая еда, какая-то палаточка, там сувенирчики какие-то где-то чуть-чуть, и вот какой-то один концертик маленький, очень имитированный, то, чтобы не было слишком много народу, и все. То есть сейчас очень-очень тихо в этом году это все размещается, но, тем не менее, мы вчера отметили праздник и вето, было очень весело, очень интересненько, поэтому хоть какой-то позитивный момент в этой всей ситуации вообще негативной в мире, так что люди все-таки празднуют что-то, это хорошо, это радует. Ну и сейчас мы, наверное, продолжим про спорт. В спорте я вчера вам рассказывала о том, что Барселона позорно проиграла против Bayern Munich, 2 к 8, это все позорно, 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 очень сильно позорно. И после этого, что самое интересное, я вам рассказывала, что тренер сказал, что он знает, куда он ввязался, знает свою профессию, поэтому он не исключает того, что он может уйти из команды. И что вы думаете? Вчера вечером поздно объявили, что ищут нового тренера для Барсы, для Барселоны, футбольного клуба, и что, скорее всего, это будет Тодоттино, по-моему, его зовут, итальянец вроде бы он. И он является первым, так сказать, первым человеком, который, скорее всего, будет занимать эту должность тренера Барсы, и которую, соответственно, отберут у прошлого тренера, который так позорно проиграл этот матч. Дальше. Фуэн Лабрада, это одна из футбольных команд, она была в первой лиге, то есть в первой дивизии. Ее понизили на вторую дивизию. У нас, если кто может, не знаю, показывали ли у вас это в новостях или нет, но у нас, да, все об этом трубили просто. Это была грандиозная новость, что у Фуэн Лабрада у них были позитивные случаи до того, как они должны были ехать на матч. И что вы думаете, они все равно решили ехать на футбольный матч. Помимо того, что у них коронавирусом заражены игроки, были футболисты, они все равно поехали на футбольный матч. И тут как бы отказались уже с ними играть. Они поселились в одном из отелей. Но это было здесь, в Испании, они из страны не выезжали. Они поселились в одном из отелей. И в отеле как бы уже дали голос госправительству, что происходит. Там приехала команда футбольная, которая болеет коронавирусом. И их заставили остаться в отеле 14 дней. Матча, конечно же, не состоялась. Понятное дело, да. И после этого на них подали иск на то, что они неразумно подошли к ситуации, на то, что они нарушили закон, что они выехали, хоть они знали, что они должны остаться у себя в городе и должны закрыть вот этих вот игроков на карантин. Но они этого не сделали. Поэтому судья принял решение, как наказание, понизить их на вторую дивизию. То есть во вторую лигу, не в первую, а во вторую. После чего они очень сильно протестовали. Они сказали, что это нелегально, что это невозможно, что как так. Но они сами виноваты. Что они поехали, если они знали, что они болеют? Они все равно уехали в другой город, могли еще там заразить работников отеля и еще много кого другую команду заразить. Как бы они к этому неответственно подошли, поэтому и наказание вот такое вот. Манчестер Сити проиграл, кстати, в футболе против Леона. Леон выиграл три к одному. И Манчестер тоже выбыл из, так сказать, Лиги чемпионов. Выбыл из соревнований. И в конце, в общем, будут соревноваться все-таки за титул французы и немцы. Поэтому кто-то из... Или французы, или немцы выиграют. Теперь уже мы это примерно знаем. В Европейской лиге будет играть Севилья против Манчестера. Севилья опять в последних матчах своих выиграла. Поэтому вроде как достаточно-таки сильная команда. Они хорошо, очень профессионально играют. Они стараются, подготовлены хорошо, тренировались очень много. Так что, может быть, и выиграют. Это будет полуфинал Лиги Европы скоро. Так что скоро узнаем, кто выиграл Манчестер или наша испанская Севилья. Итак, про спорты там будет все. Сейчас про погоду. Погода у нас, как всегда, дожди на севере. Этого не избежать. Там очень часто идут дожди. Я уже об этом рассказывала. Но они по чуть-чуть спускаются ниже, ниже, ниже по Испании идут. Облачность тоже спускается пониже, пониже. Уже дошла до Мадрида, то есть до центра Испании. У нас на юге все еще тепло, солнечно. Тепло, это не то слово, жарко. У нас примерно 31-32 градуса сейчас. Единственная провинция, где доходит почти до 40, это Мурсия. Это примерно 37-38-39 градусов будет. Ну, а у нас приятная температура 31-32. Где-то так все хорошо у нас. Солнышко, ветра, нет дождей, нет. Приятная очень сильная погода, хоть и жарко. Но мы стараемся выйти утром или вечером погулять, поэтому все равно мы наслаждаемся этой погодой. И по ночам, кстати, у нас уже не так жарко, что очень важно, по ночам люди могут отдыхать, могут хотя бы поспать как-то более-менее, потому что духота это не дает по ночам спать людям летом. Тоже вот без кондиционера кто-то его не использует, поэтому более-менее с этого момента уже не будет такой сильной жары и будет более прохладный воздух ночью, так что сможем отдохнуть наконец-то. Помимо этого, с завтрашнего дня температуры днем опять будут расти, не будет волны жары с Африки, но тем не менее температура немножко будет расти, у нас будет где-то 35 градусов. Мы это нормально принимаем, для нас это ничего, в других странах это катастрофа, но для нас это обычное явление в августе, поэтому мы к этому уже привыкли. Единственное, что если кто сюда поедет с непривычки, берите, пожалуйста, пейте много воды, соли, минералы, защищайтесь от солнца, потому что солнце по-прежнему очень сильно коварное. Самое коварное солнце это в конце июля и в августе, оно производит ожоги, проблемы с кожей, поэтому защищайтесь, берегите себя, и если кто будет путешествовать, то желаю вам хорошего отдыха, но не забывайте, что ситуация чрезвычайная, что ситуация не такая, как раньше, что это новая нормальность, а не то, как было раньше, не прошлое, поэтому берегите себя, отдыхайте хорошо, сознательно, самое главное, и увидимся с вами в новостях завтра в понедельник. Всем хорошего остатка выходных. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok